МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не менее 6 миллионов граждан, получающих почасовую оплату, вынуждены были работать и зарабатывать меньше. Все это данные статистики Министерства труда. Из-за особенностей системы соцстрахования в США, потеря работы в стране оказывает более серьезный эффект на экономику и ускоряет темпы спада для примерно 330 миллионов жителей страны. Утвержденные Конгрессом дополнительные пособия для безработных в размере 600 долларов в неделю истекают в большинстве штатов уже на этой неделе. Население этим недовольное и требует дальнейшего возмещения их убытков. Эти 600 долларов важны для многих домохозяйств и для меня, ведь я не могу вернуться на работу. Я работаю в индустрии выставок, которая напрямую зависит от людей, туризма. А значит, я еще надолго в кризисе. Очень надеюсь на дальнейшую поддержку государства. Иначе никак. Знаете, это похоже на разочарование происходящим. Эта пандемия не повинит тех, кто остался без работы. Сейчас они просто ищут поддержки. Кризис не останавливается и перед теми, кто сумел сохранить работу. По данным аналитических центров, таких как Moody Analytics, среди трудоспособного населения США пострадало в общей сложности около 20 миллионов человек. Сегодня из-за ограничительных мер, действующих во многих южных и западных штатах страны, чтобы не остаться без средств, граждане вынуждены менять сферу занятости или подстраиваться под новые условия, как это сделал один из парикмахеров Калифорнии. Наш салон закрыли во второй раз через два с половиной месяца. Поэтому мы вышли работать на улице. Большинство из нас не могут позволить себе остаться без средств. Поэтому мы продолжаем работу вот так. Лично мне нравится. Даже если так будет постоянно. Солнце светит. Хорошо быть снаружи, а не внутри. Евросоюз из-за пандемии также оказался в самой глубокой рецессии со времен Второй мировой. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил ситуацию в ЕС как беспрецедентный кризис здравоохранения, экономики и социальной сферы. Четыре напряженных дня на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран во главе с председательствующей Германией решали, как им выйти из этой рецессии. После долгих споров договорились, что на восстановление экономик пострадавших стран выделят 390 миллиардов евро. Это безвозвратная часть помощи в виде субсидий, прежде всего для пострадавших от пандемии Италии и Испании. 360 миллиардов евро выделены на кредиты под низкие проценты, которые может получить каждая страна Евросоюза. Одно дело деньги разделить и распланировать, совсем другое все это реализовать. А во времена бушующей пандемии, учитывая рекордную безработицу и другие социальные проблемы стран, это еще сложнее, отмечают эксперты. Еврокомиссия теперь ждет проекты национальных планов по восстановлению стран к октябрю, а Европарламент все же планирует внести некоторые корректировки в план многолетнего бюджета. Соглашение по плану восстановления мы считаем удовлетворительным, а по многолетнему бюджетному плану мы ожидаем переговоров с участием парламента. Предложения на столе, и мы, разумеется, хотим улучшить этот план. Мы предлагаем сосредоточить внимание на сокращениях в бюджете, которые, по нашему мнению, не оправданы. На 3,33% сократился во втором квартале ВВП Южной Кореи. Об этом сегодня сообщили в правительстве страны. Это самый низкий показатель за 22 года со времен азиатского финансового кризиса. Впрочем, в южнокорейском Кабмине не отчаиваются. Недавно власти предложили три направления развития экономики. О том, как намерены восстанавливать экономическое положение в Корее, узнаем у нашего собственного корреспондента в Сеуле Владислава Цоя. Он на прямой связи со студией. Владислав, добрый вечер. Рецессия в экономике страны связывает именно с коронакризисом. Добрый вечер, Айдана. Да, несмотря на успех в борьбе с вирусом, коронакризис сыграл в рецессии большую роль. Ожидалось, что в мае пандемия во всем мире пойдет на спад, но прогноз оказался неверным. Самой Кореи каждый день COVID-19 выявляют у 50-60 человек. Плохи дела с коронавирусом и у основного торгового партнера Сеула Пекина. Отмечу, что на экспорт приходится примерно половина южнокорейского валового внутреннего продукта. Так, во втором квартале этого года по сравнению с таким же периодом 2019-го, больше чем на 16% сократились поставки за рубеж. В основном это автомобили и смартфоны. Внушает оптимизм оживление на внутреннем рынке. По данным правительства, южнокорейцы стали больше покупать автомобили и бытовой техники. Что касается прогнозов, то все зависит опять-таки от коронавируса. Если его удастся свести к нулю до конца года, то экономика будет в плюсе. То же самое и с экспортом. Будут здоровы американцы и китайцы, вырастут покупки корейских автомобилей и смартфонов. Владислав, а какие меры принимают в правительстве страны? Айдановы власти предполагали худший сценарий развития экономики, поэтому 14 июля президент Мунджиин представил новый курс. Он предполагает развитие цифровизации и зеленых проектов. На это потратят порядка 130 миллиардов долларов. Эффект нового курса – почти 2 миллиона новых рабочих мест к 2025 году. Под цифровизацией подразумевается расширение использования связи 5G и роботизация. Например, будут созданы 18 умных больниц, а диагностику 12 заболеваний будут делать с помощью искусственного интеллекта. В рамках развития зеленой экономики увеличится использование водородных автомобилей и будет построено 230 тысяч домов, которые смогут на 100% обеспечить себя энергией. Вот такие планы в противовес коронавирусу Айдана. Ну, будем надеяться на стабилизацию ситуации в экономике и на улучшение погоды в Сеуле, Владислав. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи со студией был наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав. А мы продолжим. О самом крупном дефиците бюджета за современную историю сообщила и Австралия. Казначейство страны обнародовало свои экономические прогнозы, согласно которым из-за трат на борьбу с эпидемией дефицит австралийского бюджета составит больше 85 миллиардов долларов в этом году и больше 184 миллиардов в следующем. Ведомстве отметили, что эти неутешительные прогнозы отражают реальную ситуацию, в которой находятся сегодня страны из-за локдаунов и непредвиденных крупных расходов. Коронакризис привел к беспрецедентной экономической поддержке для населения на сумму около 11 триллионов долларов. Вследствие более низких поступлений и более высоких платежей, дефицит оценивается в 85,8 миллиарда долларов или 4,3% ВВП в 2019-2020 годах. Многие, даже развитые страны, не вернутся к докризисным показателям по безработице ранее 2022 года. Такой вот прогноз сделали в Организации экономического сотрудничества и развития. Если вторая волна пандемии приведет к введению повторных локдаунов, ситуация на рынке труда, очевидно, станет еще хуже, отметили в Организации.